Возвращение марки Opel на российский рынок не удалось сделать триумфальным. В начале прошлого года успели стартовать лишь микроавтобусы Zafira Life. Да и то в богатых комплектациях и с автоматической коробкой. Затем планету накрыла пандемия. Заводы остановились, а дилерские центры закрылись. В итоге поставки фургонов Vivara и кроссоверов Grandland X сильно задержались. К дилерам живые автомобили заявились только летом. В итоге своих владельцев смогли найти всего лишь порядка 600 машин. Для сравнения даже Jaguar, Isuzu и малоизвестный китайский DFM по отдельности продали вдвое больше. Иначе как фальстардом такой дебют Opel не назовешь. Между тем немецкая молния не планирует сдаваться. В скромной команде моделей скоро появится третий игрок. Компактный кроссовер Crossland. Его нашей публике презентуют буквально через месяц-другой. К нам приедет сразу обновленный вариант. Его отличает новомодный визор, то бишь оформление передка, стилизованное под визор шлема. Вдобавок к модернизации подвергся не только кузов, но также подвеска и рулевое. Гамма моторов и прочие подробности остаются нераскрытыми. Но что известно точно, так это отсутствие варианта 4х4. Французская платформа, на которой обосновался этот Opel, не поддерживает полный привод. Одноклассник Crossland Mitsubishi Eclipse Cross тоже обновился осенью, но прибудет чуточку позже, в апреле. И хотя перемен по технической части никто не обещал, они неожиданно случились. Так, полуторалитровый турбомотор отныне станет достоянием топовой полноприводной версии. А двум другим переднеприводным комплектациям будет адресован двухлитровый атмосферник от Outlander. К обоим движкам приставят вариатор марки Jatka. Напомним, что визуальным итогом рестайлинга оказался отказ дизайнеров от характерного оформления кормы. Раньше заднее стекло было разделено горизонтальной планкой. А теперь пятая дверь сделалась более традиционной. Двухэтажная передняя часть также подверглась серьезной ревизии. Прибавим сюда радикальное увеличение багажника, появление современных ассистентов и в итоге получим весьма любопытный кросс. Главное, чтобы грядущее повышение утилизационного сбора не заставило японцев задрать цены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова